За святую Русь помолюсь В данном случае вы видите саженец с лосопшими, выращенный из косточки, пришли как гибрид персика и абрикоса. Вот с виду абрикос, посадили густо, косточки теперь надо было рассаживать. Для этого что? Общепринятая огромная яма исключается. Вот этим я себе и надеюсь тем, кто меня слышит, читает, видит, облегчаю огромную, облегчаю жизнь. Как? Значит, если свежеспаханное поле, там может тяпкой набрести вот такой бугор. Если дерн, вот как здесь, видите, здесь мы посадили как бы впервые, то есть тут ничего не росло, но дерн уже был многолетний, то тележкой завозится земля со стороны. Вот здесь примерно две тележки. Две тележки земли, они были высыпаны и ногами уплотнены. Почему так? Дерн это святое, его перекапывать нельзя никогда. То, что в всех старинных книгах, даже в современных, даже в 21 веке продолжают писать, что перекапывайте почву, рыхлите почву в саду, это должно быть исключено. Вот это пока земля со стороны, она также станет дерном. Каждый год косить, косить, косить. Когда мы сделали эту ямку, я сделал, ямка была под размер корней. Вот сколько было корней, вот такая ямка. Это для нескольких секунд ямка делается, вставляется саженец, но никак попало. Заранее, до выкопки, на саженце мы делаем метку, вот такую вот. Почему? Не удалось сохранить ком земли, так бывает. Даже себе пересаживал, старался. Бывает огромный ком, бывает вот таким комом пересаживал, но не повезло. Ком земли рухнул и остались голые корни. А вот эта метка была сделана заранее. Как она была, корневая шейка, это граница земля-воздух, так она и должна быть граница земля-воздух. Это гарантированное здоровье. Все варианты, когда он был полностью, он где-то был вот такой. То есть от него осталось примерно одна треть. И, учитывая, что корни были повреждены, пожалуй, вот только таким образом удалось сбалансировать нарушение корней, нарушением вот этой кроны, которую пришлось сократить. Вот если вы посмотрите, как аккуратно отрезано под почку, чтобы никаких, вот видите, никаких, чтобы не было этих, как они называются, никаких столбиков или этих нароста выше почки. Вот потом она начинает зарастать травой. Трава не дергается, трава не перекапывается, не рыхлится, а просто косится. Приходит время, и дерн будет как везде. Вот в этом саду ни одна травинка не вывезена, кости остаются на месте. И здесь будет также долгожительство обеспечено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова